В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Торжественное построение и вручение наград. Саровские пограничники отметили свой профессиональный праздник. Прикоснуться к истории, увидеть уникальные экспонаты, поучаствовать в мастер-классах. Наш город присоединился ко всероссийской акции «Ночь в музее-2018». Абсолютные победители. Подведены итоги спорта Киады сотрудников предприятий атомной отрасли Атомиада-2018. Далее расскажем обо всем подробно. 28 мая по всей стране те, кто служил в пограничных войсках, отмечают свой профессиональный праздник. Именно в этот день, ровно 100 лет назад, декрет Совета народных комиссаров учредил пограничную охрану границ РСФСР. Сегодня эту нелегкую службу несут и в зоне вечной мерзлоты, и в пустынях, на суше и на море. Торжественные мероприятия, посвященные юбилею пограничных войск, прошли и в нашем городе. В день пограничника на улицах города Василий Шаповалов притягивает к себе восторженные взгляды прохожих. Вместо камуфляжей фуражки зеленого цвета отличительные особенности пограничных войск. На нем бескозырка, тельняшка и ремень, на бляхе которого якорь. В 1995 году военкомат направил его в морские части пограничной службы. Не допустить проникновения через границу, так как морские границы в 6 раз примерно больше, чем сухопутные. Соответственно, их надо в 6 раз с ними охранять. Место службы у Василия Шаповалова – Туапсе на Черном море. Правда, вместо пляжей и вечерних прогулок по набережной – вахты и боевые походы на катерах в прибрежной зоне. Объединяет и морских, и сухопутных пограничников одно – они не бывают бывшими. Выйдя на границу, послужив, посмотрев, получив такую ответственность в свои руки, как-то на всю жизнь понимаешь, что это твое, и бывшим просто невозможно быть. На торжественном митинге, который прошел в сквере за художественной галереей, ветеранам пограничной службы вручили памятные медали, благодарственные письма и грамоты. И, как оказалось, нынешние пограничники больше не поддерживают традицию купания в фонтанах. В купании в фонтане изначально была традиция пограничников, а потом подхватили дюсантники, и мы как пограничники от этого отошли. Сегодня попасть по призыву в пограничные войска невозможно. Чтобы влиться в ряды этого воинского братства, необходимо отслужить срочную службу и только после этого по контракту пробовать попасть на границу. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Открыло СМС-сообщение с просьбой перейти по ссылке, и со счета банковской карты пропали все деньги. С такими заявлениями в дежурную часть полиции стали все чаще обращаться жители нашего города. Жертвами новой формы мошенничества становятся пользователи смартфонов с платформы Android. О других способах обмана жителей Сарова и о том, чем еще запомнилась в прошедшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Покупка двухлетней давности обернулась потерей нескольких сотен тысяч рублей. Жительница нашего города приобрела в интернете лечебный препарат, воспользовалась им и уже забыла о потраченных средствах. Но освежить память о давнем приобретении ей помог неожиданный звонок. Ей позвонили, сообщили о том, что крем был контрафактным. Установили лицо, кто этим якобы занимался. Были судебные тяжбы, вам надо заплатить столько-то, потом столько-то. Женщина не занимала денег. В общей сумме потерпевшая перевела на счет мошенников 305 тысяч рублей. Женщина думала, что оплачивает юридические услуги по возмещению ущерба. Не смутило Саровчанку и то, что сумма предполагаемой компенсации была равна 200 тысячам рублей, что на 100 тысяч меньше потраченных денег. Сейчас уже люди, которые обращаются, они не столь пожилого возраста, среднего возраста, пользуются компьютером, все эти видят объявления. Но все равно попадаются на уловки мошенников, продолжают вестись на их уговоры. Что же касается безопасности на дорогах, то в поле зрения сотрудников ГИБДД все чаще стали попадаться велосипедисты. В дни школьных каникул с рулем двухколесного транспорта все больше детей, часть из которых пренебрегают правилами дорожного движения. На пешеходном переходе Зернова Арзамаская пострадал 11-летний велосипедист. Дорогу ему не уступил водитель иномарки с просроченными правами. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения в виде перелома большой берцовой кости. Был гатеризирован в КБ-50. По данному факту было возбуждено административное расследование. По поводу вины пока сложно отказать. Всего на прошедшей неделе в ДТП пострадало 4 человека. Правила дорожного движения нарушили 13 велосипедистов. Дарится Порыгина Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Управление по делам ГОИЧС сообщает, что 29 мая в нашем городе пройдет плановое тестирование системы оповещения населения при чрезвычайных ситуациях. Испытания будут сопровождаться включением электросирен, при звуке которых гражданам рекомендуется сохранять спокойствие. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Областная прокуратура проведет горячую линию. 29 мая с 13 до 16 часов сотрудники прокуратуры будут принимать звонки по вопросу противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Граждане, обладающие сведениями о местах распространения или продажи наркотических средств или психотропных веществ, о факте организации содержания наркопритонов, реализации аптечными учреждениями без рецептов наркосодержащих препаратов, могут проинформировать прокуратуру Нижегородской области по телефону горячей линии 831-414-22-20. Стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Он продлится до 2 июля. Экзамены будут сдавать 14 тысяч школьников. В регионе открыто 93 пункта. Проведение экзамена задействовано 7,5 тысяч педагогов. На математику, физику и географию можно взять линейку без дополнительных информационных материалов. На физику, химию и географию непрограммируемый калькулятор. Также разрешается взять с собой воду и при необходимости лекарства, о чем необходимо заранее предупредить организаторов на входе в пункт приема экзамена. По строгим запретам любые гаджеты. За нарушение правил участников ждет удаление с экзамена с запретом пересдачи в течение календарного года. Саровчан приглашают принять участие в фотокроссе. 31 мая в парке культуры и отдыха имени Зернова пройдет фотокросс, посвященный Всемирному дню отказа от курения. Чтобы присоединиться, активно и с пользой провести время, нужно собрать команду не более 6 человек, взять с собой фотоаппарат или смартфон с камерой. Предварительная запись по телефону 99108 или 99112. Погружение в мир искусства. Вот уже в 12-й раз по всей стране прошла традиционная акция «Ночь в музее». В нашем городе в ней приняли участие более тысячи саровчан. С 7 вечера и до полуночи все желающие могли увидеть различные экспозиции, принять участие в мастер-классах и тематических программах. По традиции, ко всероссийской акции «Ночь в музее» присоединилась и городская библиотека. Библионочь началась на улице с громких чтений «Зажечь над миром истину». К открытому микрофону приглашали всех, кто хотел поделиться с горожанами отрывком из любимого произведения. Дмитрий Тарасов прочитал стихотворения, посвященные Дню славянской письменности и культуры. Узнал, какой формат, что вот так можно будет стихи почитать всем желающим. Ну, подумал, ну, а почему бы и нет. Как живительной чистоты родник источили Кирилл с Мефодием, Наш возвышенный и святой язык – достояние нашей Родины. Библионочь – это время, когда обычно тихие залы и коридоры заполняются топотом ног и громкими голосами многочисленных посетителей. В 7 вечера и до полуночи здесь работали разнообразные мастер-классы и тематические площадки. Участники объединения «Саровский котельон» посигнули на святая святых библиотеки читальный зал и устроили там танцы. Почарующие звуки музыки вальса и польки танцевали все от мала до велика. Людмила Михайловна Мельникова пришла на Библионочь впервые и осталась в восторге. Очень понравилось. Надо обязательно это расширять. Я думаю, народ будет ходить. И почему бы летом в сквере не проводить такие мероприятия, танцы. Почувствовать себя средневековым ремесленником или викингом можно было в Краевеческом музее. На заднем дворе работали кузнецы, которые показывали, как делали гвозди наши предки. Активисты объединения Life History решили показать саровчанам, как выглядели вечера викингов и приготовили на ужин похлебку из редьки и ржаные лепешки по очень простому рецепту. Это пшеничная мука, смешанная с ржаной мукой. Ржаной муки здесь больше. Потом здесь мед, соль, вода и орехи. Все. В четвертый раз в рамках городской акции «Ночь музеем» волонтерский центр «Радость. Моя» и православное творческое объединение «Мир» провели праздник благотворительности «Белый цветок», который посвящен царской семье и направлен на возрождение традиций и милосердия. Все это очень душевно и помогает нам узнать историю. Ночь музея полюбилась всем за возможность узнать интересные факты об истории экспонатов, о шедеврах и их создателях, об уникальных и раритетных вещах. Творческие мастерские, викторины, арт-марафоны, интерактивные экскурсии, концерты. Среди огромного количества тематических площадок каждый мог найти занятие по душе. Елена Грицкова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. Экономный семейный шоппинг предлагает новый магазин «Бенефит», который недавно открылся в торговом центре Куба. Здесь сразу в одном месте можно приобрести одежду для детей и взрослых, товары для дома и сада, спортинвентарий и многое другое. В честь открытия коллектив магазина подготовил для сыровчан и розыгрыш подарков. Подробности далее. Набор инструментов для папы, косметика для мамы, констовары, игрушки для детей. «Бенефит» – это настоящий семейный магазин, в котором каждый сможет найти себе товар по душе и при этом по доступным ценам. Горшки для запекания, кружки, креманки, ножи с антиприлипающим покрытием. Один только ассортимент кухонных принадлежностей и посуды уже впечатляет. А еще различные кондитерские изделия, сахар, снековая продукция. Тут же вам предложат мясные и рыбные консервы. На полках магазина «Бенефит» можно встретить более 4000 номинований продукции. Еще одно преимущество магазина – это его персонал. Продавцы-консультанты всегда помогут вам сориентироваться в столь огромном ассортименте. Персонал нашего магазина всегда готов прийти на помощь, подсказать, где что находится, по каким ценам. Даже если вы обратили внимание на форме наших сотрудников, написано «Подскажу, где что и почем». Это не случайно. Весь персонал принимал участие непосредственно в открытии магазина. Соответственно, он знает каждый товар, каждую деталь, каждую цену. И с радостью поможет всем покупателям найти все самое необходимое. А еще большой выбор футболок, домашнего текстиля и товаров для дома. Придется по душе магазина и молодым мамочкам. В «Бенефит» можно подобрать ползунки, распашонки, маечки на любой вкус и цвет. Не остались без внимания и дела хозяйственные. Зубная паста, мыло, шампуни, кондиционеры для белья и стиральные порошки ведущих производителей по самым низким ценам. И самое приятное, что низкая цена никак не влияет на качество товара. Качество товаров высокое. Все покупатели это сами видят и понимают. Так как мы работаем напрямую с производителями товаров, минуя посредников, это обеспечивает низкие цены на полках и широкий ассортимент. Помимо приятных цен на открытие магазина, покупатели ожидала интересная развлекательная программа. Самые юные посетители смогли принять участие в различных конкурсах. А прочитав стихотворение или спев песню, малыши получали от магазина «Бенефит» приятные сюрпризы. Пазлы, констовары для школы и многое другое. Скоро я в дозоре встану на границе, чтобы только нервные снились людям сны. Ну что же, аплодисменты. Вот такой вот классный блокнот себе на память. Вот с такими классными, красивыми цветочками. Это для тебя. Купил набор ножей, что-нибудь к чаю, получил в подарок блендер или даже мультиварку. В честь открытия магазин «Бенефит» не скупился на подарки и для взрослых. Чтобы стать обладателем бытовой техники, необходимо было лишь совершить покупку, написать на чеке свое имя и номер телефона и бросить чек в Алтатрон. Готовы? Давай, крути. Сильнее крути. Давай. Вот, молодец. Итак, кто же у нас выиграл этот блендер? Этого человека зовут Галина. Праздничный розыгрыш завершился, подарив покупателям не только призы и подарки, но и заряд хорошего настроения. А между тем, магазин «Бенефит» готов дальше радовать горожан широким ассортиментом товаров по доступным ценам. «Бенефит» – настоящий семейный магазин. Торговый центр «Куба», второй этаж. Атомиада-2018 подошла к концу. На стадионе «Икар» прошла торжественная церемония закрытия спартакиады сотрудников предприятий атомной отрасли. Итогом соревнований стал триумф сборной Саровского ядерного центра, представители которого заняли первые места в командном зачете по каждому из 11 видов спорта программы соревнований. Более 200 спортсменов и всего 4 дня, чтобы выявить самых сильных, быстрых и метких. Летняя спартакиада уже в 12 раз собрала на состязаниях спортсменов-любителей из 4 городов в присутствии госкорпорации «Росатом». Нельзя говорить «бывшие профессиональные спортсмены», потому что многие из них и сегодня защищают честь города, но только уже в другой номинации ветераны спорта, да, и поэтому, в принципе, были хорошие спортивные результаты. Саров впервые принимал атомиаду. Чтобы достойно представить город, участники активно проводили тренировки, а организаторы готовили к приему гостей спортивные объекты. Нам, как организаторам, всегда важно понять уровень, да, радует то, что судейский корпус безукоризненно, можно сказать, справился с поставленной задачей. Это говорит о том, что наши судьи работают профессионально, наши объекты спорта, конечно, они в хорошем состоянии. Самая многочисленная сборная спортсменов приехала из Москвы. 55 спортсменов соревновались в 10 из 11 дисциплин, еще раз доказав, что спорт – это важная часть жизни любого человека. К тому же, это возможность в очередной раз проверить себя на прочность и поделиться опытом. В принципе, мы достигли того результата, который ожидали, стали призерами во многих видах, где-то чемпионами. Организация достаточно на хорошем уровне. Региональные этапы прошли в нескольких городах присутствия госкорпорации «Росатом». Финал Атамиады 2018 состоится в Новоуральске с 5 по 8 июля. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте soros24.ru. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин